Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 прямой эфир. Щедрая осень и ее дары сегодня в нашей программе. Вот согласитесь, сентябрь самое время выяснить, в чем же польза сезонных продуктов. Что будем покупать на осенних ярмарках и какой виноград нынче в цене. Сегодня мы также расскажем вам, как приготовить букет из овощей по вкусу и что такое осенний кейтеринг. Дары осени – тема нашей сегодняшней программы. В прямом эфире вас ждут кулинарные рецепты, уникальные мастер-классы и полезные советы наших экспертов. Поэтому оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 34 22 43. Дорогие друзья, какие продукты и как вы заготавливаете этой осенью? Звоните в студию 34 22 43. Оставляйте свои сообщения в вайбере. Телефон вы видите внизу экрана. Рассказывайте нам свои идеи, свои рецепты любимых осенних блюд в нашей группе ВКонтакте. Напоминаю, тема нашей программы – дары осени. Осенние цветы. Согласитесь, они имеют особый аромат, создают особую обстановку в доме. А вот как насчет букета из свеклы, грибов и, допустим, морковки? Говорят, что сейчас-то очень модно и очень вкусно. Как создаются необыкновенные фруктово-овощные шедевры, которые и дарить, и есть удовольствие? Сегодня об этом в прямом эфире нам расскажет Алевтина Кондратюк. Встречайте, у нас в гостях мастер флористики. Алевтина, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Мы для вас приготовили стол, а все остальное – это, конечно же, творения ваши. Да, творения. Скажите, вот говорят, что каждый флорист, он видит и чувствует осень как-то по-своему. И вот ваши букеты, мне кажется, тому подтверждение. Скажите, что же вас так вдохновляет на смену сезона? Все краски осени, в принципе, хорошее настроение, все то, что вдохновляет любого человека. Это овощи, цветы, все мы. А расскажите, какие вообще композиции подходят, ну скажем так, для осенних случаев, там, день рождения, свадьба или просто какой-то комплимент? Все, что вы дарите от души, все подойдет. Но на данный момент, как бы, в тренде это букеты, в которых добавлены овощи или фрукты. Вот очень интересно, откуда это пошло? Почему сегодня так модно дарить овощные букеты? И вообще зачем делать такие букеты? Ну, мода не стоит на месте. Естественно, мы тоже за ней шагаем семимильными шагами. И говорят, что банальные цветы дарить не модно. Поэтому флористы придумывают вот такие фишки, добавляя к обычным цветам, казалось бы, обычным цветам, необычные элементы. Это как овощи, фрукты, ягоды. То есть все для того, чтобы удивить лишний раз. Скажите, а что должно сочетаться, ну если так уж грамотно к этому подходить, вот в таком осеннем букете? В овощном? В овощном. Я думаю, все зависит от того, с каким намерением вы и к кому идете. Если вы собрались к маме в гости и хотите попробовать ее давно уже любимого борща, пожалуйста, этот букет прекрасно подойдет. Потому что это замечательный набор, который используется именно для нашего замечательного. То есть мама может из него, в принципе, приготовить борщ? Да, он не обрабатывается совершенно ничем. Может быть, чуть-чуть под солнышное масло для блеска. Так прекрасная альтернатива для авосик, да? Ведь можно собрать такой букет. И элегантно подарить его. Элегантно подарить и попроситься на борщ. Замечательно, дорогие друзья. Мне кажется, да, заслуживает аплодисментов. Ну что ж, уважаемые наши зрители, сегодня вот под руководством Алевтины Кондратюк мы попробуем собрать свой такой съедобный букет. По крайней мере, вот наш флорист уверяет, что это по силам каждому. Так что присоединяйтесь, открывайте свои холодильники, свои закрома, доставайте овощи, доставайте цветы, бантики. Я думаю, что сейчас Алевтина покажет нам мастер-класс «Букет из овощей». Вот с чего начнем? Ну, я пришла с небольшими заготовочками, потому что это кропотливая работа, но могу показать, из чего это состоит. Букет. Всем известный перец, жгучий перец. Этот букет я посвящаю для девушек с перчинкой, поэтому в этом букете у нас будет перец, клубника, соответственно, цветы, чтобы поднять настроение девушки. А могу ли я спросить про клубнику? Это сезонный продукт? Ну, сейчас клубника есть даже у меня на огороде. А, это ваша клубника, Версина. Все, вопрос закрыт. Поэтому и тема этого букета была именно с клубникой. Ну, а в процессе мы начинаем заготавливать перец, клубнику или те же яблоки для букета, ставив их на шпажки. Потому что просто перец или просто клубничку вы не вставите, не вклеите, это нельзя ни в коем случае делать. Здесь какая-то особая технология, я уже обратила внимание. Да, это подготовленная заготовочка буквально. Ничего сложного нету. В перец вставили шпажку. Зафиксировали проволокой, любой тонкой проволокой. Ну, в данном случае это флористическая проволочка. Чуть помедленнее, чтобы наши телезрители успевали. Ага, хорошо, я еще раз повторюсь. Так. То есть это заготовочка. Вот еще одна заготовочка. Шпажка. Не до конца протыкаем. То есть вот она уже держится, но если вы будете переворачивать букет, он может просто выпасть. А вы как-то натираете чем-то овощи? Вот они у вас такие блестящие, красивые. Это солнечное масло. Так, уже секрет есть. Ну, для того, чтобы это выглядело красиво, конечно, овощи должны иметь свой блеск. Эффективно. То есть вот сейчас, на данный момент, мы заготовили перец. Конечно, правильно еще обработать степ-лентой, то есть зелененькая, она будет казаться, что зеленая нога. Но в данный момент мы это делаем достаточно быстро. Вот наши заготовочки. Вы сейчас начинаете таким образом готовить все для букета. Ну что ж, мы будем очень пристально наблюдать за вашими действиями на протяжении всей нашей программы, потому что очень любопытно посмотреть, как из перчика получится перченый букетик. Дорогие друзья, хотела бы задать вопрос и вам, какие продукты и как вы заготавливаете этой осенью. Нам очень интересно. Звоните в студию 342243. Рассказывайте нам свои идеи, свои рецепты осенних блюд, дары осени, тема нашей программы. И сейчас я хочу пригласить в студию врача Центра превентивной гастроэнтерологии Татьяну Гавриленко, которая поможет нам разобраться, чем же полезно питаться этой осенью. Встречайте. Добрый вечер, Татьяна. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях, вот в такой вот красочной осенней студии. Но вопрос на самом деле серьезный. Как меняется вообще наше питание осенью? Вот как эта удивительная пора меняет вообще наш организм, его работу? Сокращение светового дня влияет, конечно же, на человека. Влияет на его настроение, влияет на количество потребляемой пищи, потому что кто-то подъедает для настроения, будем говорить так. Но еще вопрос в том, что за лето мы напитываем, в принципе, свой организм большим количеством микроэлементов, за счет фруктов, за счет зелени какой-то, большого количества овощей. Нам надо обязательно поддерживать этот баланс и осенью, потому что у нас есть возможность. Огромное количество сезонных овощей у организма не должен испытывать стресс с перепада, с такой легкой, легко усвояемой, богатой микроэлементами пищи, на переход на что-то такое более калорийное и тяжелое. Таким образом, мы не будем набирать вес. Плюс введение в рацион сезонных овощей – это наш иммунитет. А какие сезонные продукты осенние обязательно следует сделать частью рациона в этот период? Кладезь и аптека, будем говорить, со всех овощей – это тыква. Она должна быть в рационе каждого человека. То есть мы не зря сегодня приготовили ее в нашей студии. Однозначно. Да. Морковь, советую обратить внимание, капуста, свекла. Ну и что касается уже таких лакомств, мы будем говорить яблоки, это будет виноград. Ну то, что я говорю, адаптивно к нашей все-таки климатической зоне, то, что у нас произрастает. Груши, может быть, еще какие-то поздние остались. Ну вот считается, что осенью чаще обычного начинается обострение хронических заболеваний желудка. Так ли это и как быть, если да? По желудку, конечно, есть сезонность, это весна и осень. Всегда есть эти обострения. Опять-таки это связано с изменением характера питания. Поэтому еще раз говорю, что стрессов для организма быть не должно. Мы должны продолжать в том же духе и употреблять пищу, богатую клетчаткой, богатую микроэлементами. Обязательно. То, что организму легко будет усваивать. И уменьшить по возможности все трансжиры и такую легко усвояемую, доступную пищу. Я знаю, что вы недавно вернулись с очень интересной конференцией. Если можно, в двух словах, как она, скажем, касается нашей сегодняшней темы программы. Это был международный конгресс, посвященный микробиоте и хеликобактерной инфекции, проходящей во Франции, в городе Бордо. Это был юбилейный конгресс, поэтому, конечно, выступлений было всяких очень много. Значит, основная тема все-таки это микробиота. Микробиота это для человека теперь основное, наверное, все-таки в плане исследований. Потому что связь микробиоты прослеживается фактически с любым состоянием. Начиная от ожирения, заканчивая сахарным диабетом, атеросклерозом и прочее. А для тех, кто не знает, что такое микробиота? Микробиота это наши микроорганизмы, проживающие внутри нас, в кишечнике в основном это все происходит. Она очень сильно отвечает за иммунитет. Для того, чтобы эта микробиота существовала в правильном соотношении, ее надо кормить. Так. Обязательно. Это отдельное царство. Если сейчас кто-то думает, что я пойду в аптеку, куплю себе препарат и все будет хорошо, это совершенно не так. Это экстренная, аварийная такая помощь. Но если ее не кормить, ничего хорошего с этого не выйдет. Потому что это все наши обменные процессы. И осенние продукты для этого подходят очень хорошо. Очень подходят. Спасибо большое. Эти аплодисменты для вас. У нас есть несколько сообщений в Вайбере. Вот Инна задает вопрос, почему с наступлением холодов повышается аппетит. И как не набрать лишние килограммы, чтобы не впасть в депрессию? Даже вот такая логическая цепочка прослеживается. Как бы изменяется термообмен, потому что холодает. У организма появляются большие потребности в энергии. Стоит ли идти на поводу организма и есть, если повышается аппетит осенью? Смотря что есть. Если энергетическая потребность будет, конечно, превышать энергетические растраты, конечно, это приведет к набору веса. Если активность физическая останется в той норме, как положено, то все будет хорошо. Если мы будем соблюдать соотношение 400-600 грамм овощей в день, все у нас будет замечательно. 400 или 600 грамм овощей в день разделить на 4-5 частей приемов. Мы уже об этом не раз говорили в нашей студии. Такой совет, которому сложно придерживаться, но, в принципе, я так понимаю, необходимо. А что насчет продуктов, которые помогут осенью не впасть в депрессию? Отвечая дальше на вопрос. Это должны быть цветные продукты, радостные продукты. Вернемся к тыкве, потому что тыква все-таки обладает такими красивыми свойствами. Внешне она очень привлекательна, содержит в себе огромное количество микроэлементов, бета-каротин, который сделает нас красивыми. Потому что тыква применяется не только при каких-то заболеваниях внутренних органов, но и также в косметологии очень хорошо и широко используется. Также тыква обладает таким свойством, как блокирует набор веса. Она ускоряет обмен веществ и вывод шлаков из организма. А в каком виде тогда употреблять этот продукт, этот яркий осенний, свежий сок? Совершенно верно. Можно ее в свежем виде в каких-то салатах, можно делать соки, можно запекать, можно варить. Все как нравится. Тут исключительно по вкусу. Наша тыква сегодня стала просто героиней программы. Вот так вот незаметно. Светлана задает вопрос, какие осенние продукты повышают иммунитет? Мы начали уже об этом говорить. Может быть, конкретно что-то можно ответить для Светланы? Для того, чтобы повысить иммунитет, должен быть правильный баланс микробиота. Поэтому ее надо кормить. В любом случае клетчатка должна какая-то присутствовать в рационе обязательно. Ну, в достаточно хорошем количестве. Это не значит, что там батончик мюсли и все хорошо. Это должны быть действительно овощи. Должны быть свежие овощи. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Тема нашей программы «Дары осени». Нам очень интересно, какие продукты и как вы заготавливаете этой осенью. Поэтому звоните в студию 34 22 43. Сегодня мы говорим о пользе осенних продуктов и делаем овощной букет. Но впереди еще очень много всего интересного. Алевтина, я смотрю, у вас уже в ход пошли яблоки и цветы. Яблочки мы немножечко другую технологию используем. Какая? Расскажите. У нас сначала шпажка идет поперек и потом только вставляется и фиксируется проволокой восьмерочкой для того, чтобы яблочко не соскочило. Чуть помедленнее, потому что наши зрители не успеют. А у меня еще одно яблочко есть. Давайте еще раз, но помедленнее. Даже мне очень интересно, как вы это делаете. Итак, мы берем маленькую палочку. Протыкаем яблочко. Так. Оставляем небольшие хвостики. Буквально мы их потом обрежем, чтобы их не было видно в букете. Берем следующую шпажку. Так, она будет фиксировать нашу яблоку. Она будет фиксировать. Теперь снова берем проволочку. Палочку и восьмерочкой. Вот для чего эта палочка. Понятно, да. Фиксируем. Ну, я бы сама не догадалась, никогда. Замечательно. Мне кажется, это очень действительно интересная технология. И просто... Все очень просто, но зато ваше яблочко уже... Если мы добавляем его к букету... Так, как мы это делаем? Просто аккуратненько? Просто по спиральке или, как вы уже умеете, конечно, добавляете его. И оно уже никуда не денется. То есть оно очень жестко держится. А цветы? Я смотрю, вы добавили цветы, причем самые разные. Это и розы, и пионы, или что это за цветы? Это пионовидная розочка. Я просто поддержала цвет перца. Почему именно такой выбор, да? Ну, он жгучий, он страстный цвет. Поэтому хотелось сказать, что девушкам не стыдно дарить такое. И свои чувства, в принципе, этим цветом можно показать. Но, тем не менее, я добавляю розовые розы, потому что каждая девушка, соответственно, в своей сущности очень нежный цветок. Мне еще нравится, как вы укладываете эти цветы такими этажами, и они поэтому смотрятся очень многоярусными. Многоярусный букет. Это букет, смотрящий вверх, но он все равно собирается по спиральке. Все равно так, чтобы цветочки были крепко зафиксированы. Здесь то же самое. Этот букет, например, этот у нас высокий букетик. Это готовый букет? Это готовый букетик, который я принесла уже в студию. Но он тоже собран по спиральке. Здесь очень интересные ингредиенты, расскажите, пожалуйста. Здесь у нас груша, слива. Наши сезонные цветочки. Не надо бояться их, они прекрасно выглядят, они замечательно поднимают настроение. Яблоки. Ну и немножечко экзотики. Да, что это такое? Расскажите нам. Кто догадался? Какое-то... Я думаю, что Татьяна должна знать, что это за фрукты, овощи. Может, зрители подскажут? Это не наш, не отечественный, не выращенный у нас. Нет. Это... Я и сама забыла. Это инжир какой-то или что-то? Карамбола. Вот так вот. Ну, красиво и дает определенный аромат. Да, он мало того, что ароматный, очень вкусный фрукт, но он дает этому букету немножечко экзотичности. В принципе, как все мы женщины. Немножечко простые, немножечко экзотичные, яркие, нежные. Ой, как вы красиво описали. Женщины и букет. Спасибо большое. Ну, мы ждем, ждем самое главное творение. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня тема программы «Дары осени». И сейчас очередной сюрприз. Осенний фуршет в прямом эфире. Итак, на что способны кейтеринговые компании и в чем популярность выездной кухни? Спросим у представителей кейтеринговой компании «Коза Дереза». Встречайте, пожалуйста, совладелец компании Артем Греков. Добрый вечер. И шеф-повар Стас Никонов. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, вот на такую импровизированную кухню. Мы сегодня учли ваши пожелания. С вашей помощью, конечно же, приготовили такие заготовки. Я так понимаю, что сегодня мы приготовим что-нибудь необычное или традиционное. Сейчас решим. А для начала скажите, пожалуйста, вот в сентябре сезон барбекю и свадеб ведь еще продолжается. Да, конечно. А скажите, какие главные направления, скажем, отдыха можно обозначить вот сейчас на открытом воздухе? В воздухе что вы посмотрите? На открытом, ну, как вы сказали, это барбекю, мангал. У нас, к сожалению, не разрешили сегодня принести мангал, мы показали бы вам. Да, вы хотели принести в студию мангал. А так, это какие-то легкие закуски, это канапе и новое направление в кейтеринге. Это кейтеринг в баночках. Мы вам сегодня покажем. Кейтеринг в баночках, это для того, чтобы было удобно. Это удобно, это красиво, это много. Подождите, значит, канапе и кейтеринг в баночках. А где салат с горошком, голубцы, традиционные котлетки? Это сегодня не... Не актуально, отходят. Отходят все эти голубцы, котлетки, салаты, тазы с оливье с сельсью под шубой. Сейчас маленько, красивенько. Скажите, пожалуйста, из каких продуктов сегодня Стас будет готовить вот такую интересную кейтеринговую закуску в банке? Чтобы наши зрители смогли... Сейчас мы начнем готовить фруктовый салат и овощную закусочку. Это бананы, я смотрю, что еще будет у нас? Яблочко, виноград, персик, грушка. Яблоко, виноград, то есть все вот эти осенние наши... Да, осенние фрукты. Ну что ж, я хочу вам пожелать удачи, мы все хотим вам пожелать удачи, мы будем, да, наблюдать за этим процессом. Ну, Артем, пока Стас готовит, а мы наблюдаем, скажите, пожалуйста, вот не все все-таки еще знают, что такое кейтеринговое обслуживание. Вот расскажите, что предлагают подобные компании сегодня? Кейтеринг, если сказать одним словом, это ресторан на выезд. Это ресторан на выезд, это ресторан в офис, это ресторан домой. Сейчас модное пошло направление, это школьный кейтеринг. Сейчас не хотят тоже ни мамы, ни папы, сами, ни бабушки не готовить, вызывают кейтеринговую компанию, она приезжает, ставит столы, свои стульчики, закусочки, все красиво, обслуживают официанты, все это убирается, увозится. То есть на переменке таким образом даже можно кормить детей? Ну, да. А что вы говорите, домашний кейтеринг? То есть вы можете точно так, вот с таким столом, с таким набором, грубо говоря, продуктов, приехать и организовать любой ужин или романтическое свидание? Да, можем приехать как на масштабное, то есть в какой-то офис, так можем и для двоих устроить романтический ужин. Ну да, здесь действительно вот на этом столе не хватает пару свечей, а так, в принципе, ассортимент что надо. А скажите, пожалуйста, как изменилось вообще в последнее время отношение кейтерингового? Насколько оно, вот такое выездное обслуживание, востребовано с ним в Гомеле? Востребовано. Народ, люди начинают уже понимать, что это такое, что это... Перестали, главное, бояться. Всегда думали, что это очень дорого. Хочу развеять миф, это недорого. Это ничем не дороже, чем обычное кафе, это модно, это красиво. Спасибо большое, Артём. Татьяна, как бы Вы прокомментировали вот такой, скажем, образ питания, как выездное обслуживание и, скажем, элементы холодных закусок? Насколько это всё полезно для нашего организма, тем более осенью? Очень полезно. Очень полезно, тем более, что это всё-таки, если происходит на свежем воздухе, если человек находится в каком-то определённом движении, однозначно пользы от такого будет больше. Пусть это будут маленькие, красивые, эстетичные порции, которые доставят эстетику, глазу приятно сделают, и желудку, и всё будет как бы вот в комплексе хорошо. Я вспоминаю сейчас Ваши слова о том, что от депрессии самое лучшее средство – это яркие осенние праздники. Совершенно верно. Да, в принципе, то, что сегодня и присутствует в нашей студии. Алистина, я вот хочу дать Вам совет, если позволите, простите за такую грубость, но если Вам не хватит чего-то для букета, Вы можете смело отправляться вот к тому, что нашим ребятам. Да я вот уже наприметила себе виноград. Зелёный букетик. Да, замечательно. Тут столько всего, из чего можно сделать. У меня ещё листва свободные осталось, может быть, что-нибудь в соорудии. Ну что ж, ребят, Вы можете, да, делиться с другом, меняться, да, посмотрим в результате, что же из этого получится. У меня есть клубникова, мне необходимо, может? Всё, пожалуйста. Ну вот, уже и договорились. Можете, да. А Вам что? Дорогие друзья, мне кажется, это заслуживает аплодисментов. Спасибо большое. Есть несколько сообщений в Вайбере. Пока ребята дружат, я бы так сказала, мы хотим узнать, что же интересует наших зрителей. Итак, Антон задаёт вопрос, почему с наступлением холодов повышается аппетит и как не набрать лишние килограммы? Ну, мы попытались уже ответить на этот вопрос. Если Вы были внимательны, Антон, то всё дело в осени. Всё дело в осени, да, и в нашем организме. А ещё вопрос, сколько лесных грибов можно съесть за раз? Вы сможете нам ответить на него, Татьяна? Не больше 200 граммов. Не больше 200 граммов. Ну, естественно, обработанную, Антон, да. Спасибо. Ну, вообще, что касается грибов, то этой осени только ленивый, наверное, не ходил в лес за грибами. Я сама доставила себе такое удовольствие в субботу. Хочу сказать, что, конечно же, этим лесом, этой осенью дары леса просто щедро одаривают жителей нашего региона. Вот, например, семейная пара из городского посёлка Октябрьский поделилась своими фотографиями в социальных сетях. Вот за одну вылазку в лес Инна Ермолович с супругом собрали 5 пакетов, одно ведро и одну корзину грибов. Ну, у меня было намного меньше с урожаем. Ну, на самом деле, вот таких счастливчиков на просторах интернета очень много. Можно встретить сейчас в эти сентябрьские дни. Но, однако, представители Центра гигиены и эпидемиологии всё-таки напоминают, что собранные деликатесы могут таить опасность и призывают не покупать грибы в неустановленных местах. А собранные урожаи всё-таки рекомендуют подвергать обязательному радиационному контролю. Пётр задаёт вопрос, как правильно и как долго хранить свежие грибы. Татьяна, вы можете ответить? Лучше их не хранить. То есть употреблять в свежем виде? Да. А как насчёт соления, заморозка? Категорически против соления любого, потому что это дополнительная соль и это риск развития бутулизма. Поэтому можно потом отравиться и поиметь страшные неприятности. Если зритель их отварит и заморозит, ничего против не имею. Либо высушит качественно. Или высушить качественно. Обязательно нужно обработать грибы. Спасибо. Артём, как грибы используются в осеннем кейтеринге? Насколько активно? Кейтеринге в основном это на барбекю. Жареные грибы. Ну, также мы делаем салатики, лёгкие закусочки. Ну, это, наверное, шампиньоны чаще всего. Чаще всего, да. Шампиньоны на гриле. Вкусно. Очень вкусно сегодня в нашей студии. Дорогие друзья, в прямом эфире Добрый вечер, Гомель. Дары осени. Тема нашей программы. Нам очень интересно, какие продукты и как вы заготавливаете этой осенью. Ну, а я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы говорим о плюсах и минусах осенних продуктов. Учимся составлять модный, очень вкусный овощной букет и готовим в прямом эфире осенние закуски для выездного пикника. Вот, Артём, скажите, пожалуйста, что уже приготовили? Фруктовый салат с йогуртом. Так, вот в этих баночках. Да. Сейчас мы покажем его нашим зрителям. Сейчас буквально через секунд 30 будет салат овощной. Скажите, для какого случая вообще подойдут такие закуски? Для любого случая. Это что свадьба, что юбилей, что просто корпоратив. Потому что это такие закуски легкие. Я уже говорил, фрукты, овощи – это универсальное блюдо. Стас, скажите, пожалуйста, что входит в состав вот такой закуски овощной, которая вот в этой баночке? Артём, если можно, покажите нашим зрителям. Ну, это знаменитый греческий салат получается. Перчик болгарский, помидорки, огурцы, сыр, маслины. Сейчас ещё заправлю заправочкой из масла. Какой заправочкой это будет вкусненькое? Оливковое масло. То есть всё тоже это получается полезное, вкусное, идеально подходит к мясу. Вы знаете, наш режиссёр подсказывает, хочет спросить, а как употреблять подобную закуску? Употреблять подобную закуску вот есть. Покажите нам, пожалуйста. Такие вот шпажки. Так. Есть шпажки большего размера, меньшего размера. Я считаю это очень удобно, то есть не надо человеку этой вилкой туда залазить. Ничем на шпажечку нанизал тот овощ, который нравится. Что успел послушать. Скушал, да. Ну, можно взять в руку и пойти просто гулять на природе, кушать, смотреть, как жарится шашлык. Спасибо большое. К чему вы будете приступать дальше? Это будут канапе? Да, дальше сделаем канапе с мармеладом, канапе сделаем с креветками, с виноградом. Ну, не раскрывайте уж сразу все тайны. Да, мы к вам еще вернемся. Эти аплодисменты для вас. Спасибо. Вот мне, знаете, Артем, интересно, вообще на что стоит обратить внимание нашим телезрителям, которые вот заинтересовались подобным выездным обслуживанием и хотят, допустим, организовать осеннюю свадьбу. Вот выбирая кейтеринговую компанию, на что стоит обратить внимание прежде всего? Ну, прежде всего, чтобы где-то гулять надо, чтобы было место приспособлено. То есть, если это усадьба, там должна быть выделенная кухонька, потому что под открытым небом не вот, потому что сейчас осень, осень – это дожди, может быть, нюанс. Хорошо. А что предлагает в таких случаях кейтеринговая компания? Она предлагает конкретное место, вот, например, вы… Да, конкретное место предлагает. Конкретную посуду. Конкретную посуду, столы. Конкретное меню. Сейчас мы работаем всей своей посудой, своими столами, своими стульями. Мы можем и дать в аренду, а так мы вообще выезжаем со своим совсем. А вот интересно, а как вы рассчитываете еду, например, ну, на банкет, допустим, из 20 человек? Одна баночка на человека? Или как-то по граммам? Нет, если это свадьба, есть как бы универсальная пропорция – это 1,2 кг на человека. Но это не должно именно, что это будет закупить 600 грамм огурцов, 600 помидоров и гуляйте. Оно, конечно, по калориям просчитывается, должны быть какие-то и салатики, это мясо, это и какой-то гарнирчик. Ну, так где-то 1,2 кг без десерта, без напитков. Каждая калория как бы на своем месте, да, как в том известном фильме. Ну что ж, замечательно. И вы знаете, есть для вас несколько вопросов от наших телезрителей. Ольга спрашивает, какие мероприятия из организованных Козой и Дерезой были наиболее масштабными? Вот чем можете похвастаться? Наиболее масштабно это была в этом году сборка выпускных. Это было 500 человек, более 500 человек. 600 человек, это выпускной… Это сборка была, это были все университеты. И вы организовали 600 человек, 600 баночек только овощных? Нет, мы работали там не баночками, так, закусочками на тарелочках, со столиками. А вот есть вопрос от наших зрителей. Можно ли узнать, в какую стоимость обойдется выездное обслуживание на человека, на одного человека? Наверное, вот такой вопрос. Есть какие-то уже… Да, есть это где-то 35-40 рублей, но это, пускай люди не боятся, это не старт. Потому что многие думают, что это 35 рублей, а когда придут, по факту получится это 135 рублей. Нет, это 35-40, это вполне можно на человека, хватит. А еще Люся задает вопрос, где в каких условиях готовится блюдо для таких выездных мероприятий? Вот переживают зрители, чтобы все было… У нас есть своя кафе-пицерия, которая находится на Олимпийской 21, оборудованная кухня, там мы и готовим. И, в принципе, сегодня в нашей студии вы тоже можете увидеть, как это делается, дорогие друзья. Антон задает вопрос, как попробовать ваши блюда перед тем, как их заказывать? Тоже в нашу кафешку можно прийти и есть пробные блюда. Это не салат, который идет 200 грамм, это будет 50 грамм, если человек не может определиться, он хочет… Дегустационная порция какая? Да, 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 дегустационная порция. Так тоже он может и салатом определиться, и с горячим, либо мясо, либо рыба, либо два вида мяса. Он не знает, какое вкуснее ему он хочет, либо по-французски, либо с грибами. Артем, вот мы обращаем внимание на то, что сегодня очень большое значение придается… Татьяна, согласитесь, вот сервировки определенные. Мне вот интересно, а что сегодня модно? Поделитесь с нами секретами, как сервировать вот такие вот осенние пикники? Ну, осенние пикники сейчас подно пошел стиль рустик. Это дерево, это бумага крафт. Все натурально. Да, натурально, под старину какие-то чугуночки красивые, ягодки, что-то рассыпано. Ну, как рука пошла так. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, дело в том, что вот мы поговорили уже и про осенний кейтеринг, но пора ведь делать заготовки на зиму. И сейчас в каждой семье первый разговор именно об этом. Сезон осенних ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции в регионе на самом деле уже открылся на этой неделе. Так что самое время покупать свежий урожай по доступным ценам. В этом году ярмарочная торговля овощами и фруктами развернется по всей Гомельской области. Ярмарки будут проходить на протяжении двух с половиной месяцев. Уже с 15 сентября начались и аж до 30 ноября. Во всех районных центрах, а также в крупных сельских населенных пунктах. Наиболее масштабной, конечно, будет торговля дарами полей и садов в Гомеле. В этом году организаторы обещают самый широкий ассортимент овощной, плодовой и ягодной продукции от местных сельскохозяйственных предприятий, от торговых организаций и от фермерских хозяйств. Чем наши овощи отличаются от привозных и какие дары осени вырастили наши местные фермеры? Предлагаю поговорить об этом прямо сейчас и хочу пригласить в студию председателя Ассоциации фермеров Гомельской области. Встречайте, пожалуйста, у нас в гостях Владислав Владимирович Ткачев. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый осенний вечер. Присаживайтесь. Добрый осенний вечер. Ну, для начала, для начала хочу расставить все точки над «и». Вот эти замечательные тыквы самых разных видов и размеров, которые сегодня представлены в нашей студии, это, конечно же, такие дары от наших фермеров для нашей программы и наших телезрителей. Скажите, пожалуйста, Владислав Владимирович, а насколько вообще активно фермеры будут представлять свою продукцию в этом году на осенних ярмарках? Ну, как и обычно, каждый год. Но в этом году будет особенная продажа. Потому что год такой уникальный по своим, в общем-то, характеристикам. Вырастили много картошки. У нас Гомельская область, наверное, является лидером по получению такого богатого урожая, картофеля. Ну, естественно, и цена на него будет ниже, чем в прошлом году. Да, хорошо. Вот. Немножко с яблоками труднее. Процентов на 30... Меньше. ...будет меньше. Ну, их будет достаточно, чтобы обеспечить потребности нашего населения. Вот. Поэтому ярмарки начались. Я приглашаю всех покупателей делать заготовки, радовать наших фермеров покупками, а фермеров радовать продажами. Потому что это самое счастливое время, когда они получают за это вознаграждение. Причем заслуженное, я бы сказала. А вот важным аспектом все-таки подобных ярмарок, конечно же, для нас, для всех является цена. Скажите, кто вот ее как бы формирует, из чего вот... Почему она ниже на ярмарках? И от чего вообще зависит, кто ее устанавливает? Фермеры имеют к этому какое-то отношение? Ну, в общем-то, сейчас цены на ярмарках никто не устанавливает. Раньше было какое-то такое пожелание, либо даже диктовали немножко средние цены. То есть сейчас рынок все сам расставляет на свои места. И в зависимости от спроса, предложения, формируется та цена, которая в этом году будет, в общем-то, отличаться тем, что она будет такая приемлемая для народа населения. И они будут радоваться количеству покупок. Ну, такое хорошее, такое обнадеживающее пожелание. Я думаю, что да, уже пора закупаться картошечкой, морковкой, тыквочкой. Владислав Владимирович, скажите, чем наши местные овощи и фрукты все-таки отличаются от привозных? Вот вы как человек с большим опытом, фермер с большим опытом, мне очень хочется услышать ваш ответ. Ну, в общем-то, я больше, так сказать, с большим опытом потребитель, в первую очередь. Я очень удивлен тому, что я не знал. Благодаря, так сказать, коллеге по студии, я узнал, что тыква, ту, которую любит моя корова, оказывается, она самый прекрасный плод для употребления от стресса, от депрессии. Бедная корова, теперь ей меньше достанется, да. Я мало заготовил, две тонны для коровы заготовил. Сейчас увеличу объем заготовки. А вы что, действительно не употребляли тыкву? Ну, как-то я так, ну, ну, такой, в общем-то, везде растущий такой, легко, так сказать, возделываемая такая культура. Но, казалось, это самая полезная культура. Вот так вот, почаще... Скажите, пожалуйста, вот насчет, чем отличаются местные овощи от привозных? Отличаются всем, в лучшую сторону. Все то, что мы здесь выращиваем у себя, так оно отличается безопасностью, в первую очередь. Все, что привозится за пределы республики, в большей степени из Евросоюза, она проходит специальную обработку. И чаще всего сборка происходит еще недозревших фруктов и овощей. Ну, и идет дополнительная обработка для хранения, ну, вплоть до... Транспортировки к нам. Извините, и до радиационного облучения, как это практикуется с яблоками из Польши, так. Поэтому, я уже как-то говорил на какой-то из передачи республиканских, поляки свои яблоки не кушают, нам их спортируют, так. Точно так, как они не покупают в большом количестве германские продукты, а употребляют свои, польские, потому что они для них гораздо безопаснее. Ну, а призыв такой, покупайте белорусское, не потому что там уже так патриотично заявляем, что мы будем только кушать свои фрукты, будем свои овощи употреблять. Нет, потому что они безопаснее. Они сегодня не напичканы всевозможными минеральными удобрениями, химическими всевозможными составами, которые делают внешний вид красивый, а содержание, к сожалению, большому, ну, опасное для нашего человека. Насколько вообще реально сегодня в нашем регионе вырастить органическую продукцию? И, в принципе, легко ли её продать, вот эту нашу чистую морковку, капусту? Я говорю об экологически чистых продуктах, которые требуют определённого производственного процесса. Ну, в общем-то, элементы органического земледелия фермеры понемножку начинают внедрять в себя. Это поэтапный процесс. Нельзя сказать, что вот фермер такой-то производит на своих, в общем-то, участках земли продукцию органического земледелия. Это будет, скорее всего, обман. Это будет экологически чистая продукция, которая применялась как можно меньше химических минеральных составов для, в общем-то, вздавривания почвы, для обработки и так далее. Фермеры, как правило, из-за своего, так сказать, небольшого материального благосостояния, вначале, так сказать, своей деятельной особенно, употребляют в производстве много естественных удобрений. Так, те, которые являются органическими. Так как минеральные удобрения стоят довольно больших денег, и фермерская продукция этим отличается, что там минимум химии. Это первое. Ну, второе, в общем-то, объёмы производства у фермера немножко отличаются, они меньше, но они лучше. Поэтому, в принципе, это всё реально. Конечно. Ну, и, в общем-то, на сегодняшний день народонаселение, потребитель наш, так, очень стал понимать, что красивое не всегда полезное. Так, почему? Потому что то, что привозится виноград, я помню, который хранится один год, ну, понимаем, что почему он хранится один год. Там от винограда может только один внешний вид. Наш виноград должен, как вот коллега подсказал, как и грибы, употребляться сразу. Вырастил сел, вырастил сел. Можно его хранить каким-то образом особенно. Про виноград мы сегодня обязательно поговорим ещё в нашей программе. Есть вопрос от телезрителя, попробуйте ответить, не знаю даже кто, но вопрос ещё не такой странный. С каких фруктов лучше варить компот детям? С импортных или наших? Ну, мне кажется, как-то ответ вот понятен. Да, вот с наших яблочек, да, мне кажется, грушек. Ну, может быть, я ошибаюсь. Нет, в любом случае мы должны употреблять в первую очередь то, что растёт в нашем регионе. Мы адаптированы к этому. А всякая экзотика может, конечно, привести к неожидаемым последствиям. Вот сегодня в нашей студии, мы уже говорили, представлены тыквы с фермерских хозяйств, да, Гомельской области. И у нас есть телефонный звонок от Натальи. Есть сообщение в Вайбере от Натальи. Она спрашивает, как правильно приготовить тыквенный сок. Можем ли мы подсказать нашей телезрительнице? Можем. Вопрос только то, есть ли какие-то заболевания у человека. Потому что есть противопоказания определённые свои. Потому что тыква обладает желчегонным действием очень сильным. То есть если это касается взрослого человека, при наличии желчнокаменной болезни, это может послужить достаточно опасным элементом. Лучше, конечно, сок это из свежего. Овощи приготовить, да. Но если организм не принимает, есть такие люди, для которых это тяжело, то можно её сначала запечь, а потом из неё сделать сок-пюре. Ещё есть вопрос. Спасибо большое, Татьяна. Есть вопросы от наших зрителей в Вайбере. Они касаются как раз-таки заготовки овощей. Как лучше заготавливать картошку на зиму? Покупать в сентябре или всё-таки в конце ноября? Может, станет дешевле? Спрашивает Константин. В этом году цены будут нас удивлять. Поэтому главное заготовить хорошую, качественную картошку. То есть можно начинать сейчас? То есть и в условиях хранения, и та картошка, и ранее, и суперранее, и средне-ранее, и позднее. В общем-то, хранится довольно хорошо. Поэтому никого позволяет кошелёк, и он сам делает выбор. Покупать у фермера, покупать у крупного хозяйства, покупать у личного пособного хозяйства. Можно сегодня время есть, походить по ярмаркам, взять, попробовать, сварить. Так что всем хватит, картошки и всего остального. Вот в продолжение темы Лена задаёт вопрос, как правильно хранить мешки с картошкой, морковкой и луком, Татьяна. Ваш совет и рекомендарь. Наверное, надо всё-таки спрашивать у фермера, человек сориентирует. Единственное, что я бы на что советовала обратить внимание, что это должно быть помещение проветриваемое. Там не должно быть ни в коем случае никакой плесени, и там не должно быть грызунов. Потому что это влечёт за собой, конечно, серьёзное и опасное заболевание. Подтверждается? Да, обработка перед хранением помещения желательно обработать. Достаточно в продаже бытовой химии, таких элементов, как дымовые шашки, которые позволяют прогнать грызунов, обработать от плесени, всего. Но после обработки этим составом нужно тщательно это помещение очистить от элементов серы. Потому что тоже это имеет вторую особенность, чтобы те овощи, которые там будут храниться, не впитали в себя ненужные вещества. Очень ценный совет. Спасибо большое. Я думаю, да, наши зрители услышали нас. Я смотрю, Алифтина так заслушалась, что закончили. Вы закончили, что ли, букет? Или вы собираетесь сделать ещё один, Алифтина? Мало того, что закончила букет и сделала. Маленький комплимент нашему диетологу. Ой, Татьяна, да, это для вас. Спасибо большое. Ну что ж, действительно, овощный букет для Татьяны уже, уже готов. Я думаю, что вы нас ещё удивите сегодня. Смотрю, всё ещё в работе. Но хотела бы обратить внимание на очень интересное сообщение от Кирилла Михайловича. Мы уже купили пять мешков картошки и по 50 килограммам лука и морковки. До следующего лета должно хватить. А вот действительно, сколько овощей и фруктов нужно заготовить среднестатистической семье, вот чтобы хорошо питаться до следующего урожая? По данным Белорусского статистического управления, средняя белорусская семья из трёх человек употребляет в год около 180 килограммов картофеля и 250 кило овощей. Это из расчёта, что на одного человека в месяц приходится 5 килограммов картофеля и 7 килограммов овощей. Такая нехитрая статистика. И, в принципе, когда люди покупают по 5 мешков, они где-то уже интуитивно, наверное, чувствуют, сколько надо на семью. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот ваш совет-рекомендации. Стоит ли покупать в таком количестве, вот такими мешками, вот по 200 килограммов овощи, фрукты, картошку? И вообще, вот, если в таком количестве купил, как правильно хранить? Вот если есть у человека возможность это сохранить до следующего урожая, то, может быть, и есть смысл закупить. Потому что, ну, нашли сорт, который понравился, уверен в производителе, можно взять. Но я говорю, если нету такого помещения, нету уверенности, что оно сохранится качественно, наверное, лучше не рисковать. Спасибо большое. Я хочу, Алевтина, вам задать вопрос. Скажите, как флористы относятся к винограду? Ой, положительно, как любая женщина. Любая женщина знает благотворное влияние винограда на ее здоровье. А флористы виноград просто обожают, потому что букеты из винограда, яблок, сезонных фруктов – это просто что-то божественное. Их любят все, от мал до велика. Такое не только эстетическое наслаждение, но еще и такое гастрономическое, я бы сказала. Ну что ж, не просто так я задала этот вопрос. Кроме привычных даров осени – картошки, морковки, свеклы и клюквы – в нашем регионе все чаще появляются культуры, которые, ну, можно сказать, на первый взгляд, не совсем понятны для наших широт. Сегодня на Гомельщине выращивают арбузы, выращивают абрикосы, персики и даже грецкие орехи, которые, кстати, стали очень хорошо вызревать в последние годы. А вот какое место мы отводим винограду? И можно ли в наших краях выращивать элитные сорта этой удивительной ягоды? Поговорим об этом далее в нашей программе. Один из загадочных и прекрасных даров осени – виноград. Вот этой сочной ягоде гомельчане даже устроили фестиваль. Несколько дней назад на празднике города Гомеля можно было не только увидеть, но и попробовать виноградный урожай этой осени, выращенный на наших родных гомельских плантациях. Какой виноград самый полезный и как вообще правильно хранить эти сочные гроздья, расскажет в прямом эфире наш следующий гость Пётр Ванюк. Сегодня у нас в гостях председатель клуба «Виноград Гомельщина». Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте, Пётр Иванович. Добрый вечер. Всем добрый вечер. И мы тоже очень рады, тем более, что смотрим всю передачу на эту удивительную экибану из винограда. Скажите, это виноград с нашей гомельской земли? Я правильно понимаю, вот эти огромные гроздья, то, что вырастили наши виноградари? Конечно. У многих вызывает большое удивление, когда люди видят вот такие гроздья, такой виноград. И большинство задается таким вопросом. Это действительно выращивается у нас? Да, это действительно выращивается. Вы же видите своими глазами вот эту вот прелесть, вот это было великолепие. То есть вопрос о том, какой урожай в этом году винограду можно не задавать, да? Урожай хороший? Нет, этот год был очень сложным по климатическим условиям. Мы можем вспомнить три волны возвратных заморозков. И очень многие виноградари, к сожалению, потеряли часть урожая или большую часть урожая. Но если сохранить, то видите, какой результат. Да. Для меня вообще виноград, вы знаете, ассоциируется с изобеллой, красненьким и черненьким. А оказывается, что в мире, я когда готовилась к программе, случайно прочитала, в мире более 10 тысяч сортов винограда. Да, это действительно так. Сортов очень много и гибридных форм появляется все больше с каждым Новым Годом. А вот эта ассоциация винограда с альфой и изобеллой, вот эту ассоциацию мы хотим ее уничтожить. Почему? Потому что, когда говоришь виноград, сначала возникает слово Изабелла и альфа. Мы хотим перечеркнуть это, чтобы люди знали, что виноград, вот это виноград. Какой? Вот какие здесь сорта винограда, чтобы люди знали? Здесь несколько, здесь юбилей Новочеркасска, Чарли, Мускат Диевский, Супер Экстра, Бажена. Ну я скажу лишь, что вы лично вырастили 44 сорта винограда. Я ничего не перепутала? Нет. 44, дорогие друзья, ну 44 сорта винограда вырастить. Немножко цифра завышена, у меня растут 44, но еще из них 8 не плодоносили, я их буду ждать в следующем году. Ведь вот у каждого виноградаря есть именно поэтому стимул для дальнейшей жизни, потому что когда посадишь росток и ждешь его, дальше лелеешь его, ухаживаешь и ждешь следующего года. В хороших условиях, при хорошем уходе, на второй год действительно можно получить уже первые ягоды и первые попробовать. Получилось, не получилось, удалось, не удалось. Да, да, да. Вот вы знаете, для меня было открытием, что в Гомеле есть свой клуб виноград Гомельщины. Вот расскажите, пожалуйста, кто они эти наши виноградари? Это дачники, это обычные люди, рабочие служащие или просто вот вообще любители винограда? Вообще создание клубов давно задумывалось нами. Дело в том, что число виноградарей все более и более растет. Вот, вот, и появилась цель сплотить этих виноградарей в одно объединение. И это состоялось в прошлом году, в декабре месяце, мы создали этот клуб. Теперь в клубе на сегодняшний день более 30 человек. Кстати, в нашей студии и здесь мои друзья, это члены совета клуба. Дубовский Александр, Давыдов Николай Иванович, Звейнцев Анатолий. Вот, в планах у нас, планы большие у клуба. Вы друг друга поддерживаете, помогаете советами или для чего вы создавали этот клуб? Безусловно. Кроме общения между собой, у нас цель растить себе смену и растить молодых виноградарей, начинающих. С этой целью у нас при клубе работает школа для начинающих, на которой обсуждаются все вопросы, которые возникают у новичков. То есть, вопросы очень разные. И этих вопросов много. И посадка, и уход, и так далее, и так далее. Тогда поделитесь сегодня хотя бы одним секретом с нашими телезрителями. Вот, как вырастить хороший урожай винограда на наших дачах? Ну, я поделюсь только одним секретом. Как спасти виноград в таких условиях, которые были этим летом. Да. То есть, когда пришли возвратные заморозки, было принято решение поливать побеги винограда из лейки теплой водой. И таким путем... Спасли? Три ночи спасли, да. То есть, вы стояли ночью и из лейки поливали виноград? Мы не стояли, мы ходили. Ну, я имею в виду... Да. Вот на весь виноградик у меня уходило 23 минуты на то, чтобы обойти весь виноградик. Вы его грели таким образом заморозки? Совершенно верно. А в три часа, когда мороз начинал крепчать, я уже будил свою жену. И тогда вдвоем отливали эту воду. Как вам? Как вам такой эксперимент? Да. Это желание спасти. Да, и получилось, получилось ведь. Спасибо большое. Я бы хотела вот вопрос задать Татьяне. Вот лечебные свойства винограда, они как бы известны, ведь называют его давно уже ягодой жизни. Расскажите нам про эту ягоду. Вот если можно, хотя бы в двух словах, чем полезен виноград для человека, кому рекомендуется эта ягода, Татьяна? Давайте так, сначала кому не рекомендуется. За счет большого количества сахара, людям с метаболическим синдромом, с сахарным диабетом, все-таки надо себя ограничивать. Если такая потребность существует, очень хочется, да, то это надо заменить полностью один прием пищи. За счет того, что это очень высокая калорийность. Плюсы. Огромное количество антиоксидантов. Сейчас в мире популярны все продукты из виноградных косточек. За счет того, что там мега-огромное количество антиоксидантов. Против рака, против холестерина. Очень много, как бы, описывают свойств полезных именно винограда. А говориться стоит только про одно. Темный виноград может препятствовать всасыванию железа. За счет определенных веществ, которые... То есть у людей, у которых низкий гемоглобин. Да. От темного винограда лучше отказаться. Все-таки в пользу светлого, светлых сортов. Спасибо большое. Ценные такие рекомендации сегодня, да, в нашей студии. Честно говоря, даже я сделала какие-то неожиданные открытия про виноград. Но я знаю, что вы виноград употребляете не просто в свежем виде, да, вы еще делаете из него сок. Можно так как рецепт для зрителей? Вообще, не только сок. Мы можем употреблять виноград еще в раннем возрасте, когда он еще только растет. Ну, в нашей студии представлен сегодня сок, по крайней мере, да, из винограда. Это виноград черный? Да, это из темных сортов винограда. Сок через соковарку. Так. Отлично хранится. Ну, вы добавляете сахар, варите или как? Нет, сахар мы не добавляем абсолютно. Как делать сок из винограда? А вот натуральный соковарки варится и потом закатывается крышечкой. И потом можно по желанию разводить, потому что очень насыщенный получается сок. Можно разводить, можно в таком виде можно не разводить. Да, но тут надо вспоминать советы Татьяны, да. Ну что ж, еще один важный вопрос, который нас всех интересует. Сейчас время винограда, на рынке его тоже очень много. Скажите, пожалуйста, вот как выбрать хороший виноград? На что обращать внимание? Ну, прежде всего, попросите попробовать его. И попробовать, чтобы он был не кислый, чтобы он был приятный на вкус, приятный на вид. Внешне выглядит он красиво. Чтобы посмотрели, чтобы там не было какой-то плесени вдруг случайно или загнивших ягод. Сначала глазами, а потом вкусовыми. В принципе, как и с любыми овощами. У нас есть несколько вопросов от зрителей для вас. Когда лучше всего садить белый виноград, спрашивает Таисия. А Марат задает вопрос, как правильно хранить виноград. Я предпочитаю весеннюю посадку. Это мое личное мнение. А хранить виноград, да, это возможно в каких-то определенных сроках. Для того, чтобы лучше сохранить, значит, мы снимаем гроздь вместе с частью лозы и подвешиваем ее в специальном помещении с определенной влажностью и холодной. Ну и температурой. Люди умудряются сохранить даже до 8 марта наш виноград. Спасибо вам большое. Мне, если позволите, так и хочется угоститься гроздью. Дело в том, что у меня есть особая, да, особая цель. Я бы хотела угостить этим виноградом и нашу Алифтину. Скажите, пожалуйста, я смотрю, вот букет готов. Есть ли там место в винограду? Дайте мне минуту, я его туда добавлю. Да, у вас буквально несколько секунд, пока вы будете украшать. Смотрите, дорогие друзья, все делаем очень быстро и оперативно. Вот вы можете за нами повторять. Действительно, наш букет вот из овощей готов. Составляющие видны, понятны. Яблоко, клубника, цветы, жгучий перец. И сейчас у нас будет виноград. Посмотрите, как быстро мы это делаем. И заодно расскажите нам, по какому же случаю можно подарить вот такой букет. Букет по любому случаю. Будь то на день рождения, будь то повод просто зайти в гости или объясниться в любви. Тоже подойдет. Подойдет, конечно. Это так, жгучее чувство. Да, жгучее чувство. Замечательно. Скажите, Алифтина, что бы вы пожелали этой осенью нашим телезрителям? Ярких эмоций. Пускай у вас у всех будет замечательно и у них настроение. Потому что краски осени не могут вызывать других эмоций. Ребят, вопрос к вам. Почему этой осенью нам просто необходимо воспользоваться услугами кейтинговой компании? Скажите, пожалуйста. Нужно наслаждаться последними солнечными деньками. Ну что ж, будем наслаждаться последними солнечными деньками. Стас, покажите, пожалуйста, что вы сегодня для нас приготовили. Где обещанные закуски? Значит, закусочка такая получается более калорийная. Здесь ветчина, сыр, маслинки. Подойдет крепким напитком, очень даже неплохо. Ну, фруктовую мы уже показывали, овощную. И рецепт дня – это закуска на шпажках. Закуска на шпажках. Канапе. Канапе вот есть такое неординарное получается с вещиной, с сыром. И мармелад туда тоже добавляется. С креветочками такая изысканная канапе. Очень неплохо подойдет. Также есть сочетание того же самого прорекламированного винограда с вещиной и с сыром. Спасибо большое. На вкус очень неплохо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот обратите внимание, всю палитру, да, вот этих вот осенних красок сегодня в прямом эфире для нас воплотили гости из кейтлинговой компании «Коза Дереза». Вот каждое блюдо здесь, кстати, подчеркивает уже такое наступившее поэтическое осеннее время года. Прямо вот очи очарования. Ну что ж, я думаю, что наши зрители вполне могут повторить все эти рецепты на своей кухне. Но, пожалуйста, не забудьте поделиться своими фотографиями с нашей программой. Ну а я приглашаю всех гостей и зрителей в нашей студии вот на наш такой импровизированный осенний пикничок в прямом эфире. Дорогие друзья, ну а с вами мы прощаемся. Это был Добрый вечер. Гомес, Наталья Волынец, до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!